сегодня у нас воскресенье смотрите где я сижу я сижу в спальне мне этот жилец выселил вообще из этой зала потому что я вообще его уже видеть не могу осталось два дня еще потерпеть были мы сами себе такие проблемы создаем сами себе не знаю у меня вот два раза жили чеки были вот женщины никаких никогда проблем не было но почему вот с мужиками всегда такие проблемы я еще такая вообще как бы и нетребовательно я от него вообще не требовала не это не то чтобы он там убирал за собой сама я все в туалете сама все мою сама на кухне все мою как бы пустили его сына можно было бы ну хоть как-то вот это быть этому благодарным как это можно было вот так вот так себя вести как он себя вел вообще и он продолжает сайте он продолжает также себя вести он хочет глаза делать он это знаете что сказал типа что его три дня не было когда он там ушел в жироне когда у него квартира была свободна и типа чтобы до 4 числа мы его тут заставили я говорю нет это не наши проблемы что его тут не было я чё-то в гостинице если бы он гостиницы бы жил там это и не съехал бы и три бы дня где-то болтался потом вернулся что ему кто-то деньги что ли возвращал такой знаете вот это вот хитрый какой хитрый а да ни хрена я сказала нет уходи отсюда он такой объясни мне почему вы уходи все ничего объяснить могу я такого наглого человека вообще первый раз в жизни вижу люди это просто с это это просто страшный наглый человек страшный наглый вообще вот я знаете вот когда уходила я везде вот на ящике вот такой тряпочки вот мы скрывал ящик и тряпочку вот так сверху ну как бы закрывал и не за как объяснить и тряпочку до особо и вот мы когда приехали с жироны я пошла в туалете тряпочка на полу в нашей комнате тоже зашла тоже в двери была тряпочка он дверь открывал в общем везде видимо люди ходил и шарился я шарился вот перед на этой мысли что там везде шарился и вчера я ему вот этот крем показала что он там лапы свои выгреб у меня крем новый такой был совершенно новый я открыла хирилова так тремя пальцами выгребенном было вот это ну где-то крем для тела большая такая банка и я меня другой потому что еще крем не закончился этот был новый просто стоял люди вот так граблями вот так выгребен я ему вот это вот показала и вы думаете еще вы думаете он вот это я ничего не трогала все стоит вот я у вас ничего не трогаем мы когда приехали у нас не было целая бутылка полтора литровая молока вот я когда взяла бутылку там на дне было представить я взяла там на дне было он то есть ну это человеку вот говоришь это и он вы знаете с чистыми глазами вот так смотрит и как я у вас ничего не трогал и все потом мы позвонили вот где он раньше уже в прошлом сезоне общем к 1 1 мужчине как он стал рассказывать как он стал рассказывать его всего трясло его всего трясло как он рассказывал про него и знаете я вот не понимаю вот этот человек его отовсюду люди уже выгнали отовсюду у него там родня есть в силу почему он не может там у них останавливаться видимо его оттуда вот и вот этот человек он все равно ничего не понимает ничего не понимает и я такое вообще первый раз вижу я вот знаете когда жила вот сама комнаты комнату снимала я вообще не мы вот сейчас вот живем в жироне ничего хозяйки там не трогали ничего абсолютно я все свое купила у нас все своему ничего и даже постельное белье и полотенце у нас все свое мы ничего ее не трогаем единственное что вот это посуды кастрюли ну то есть мне нам это оставленное разрешено чему вам туда-сюда с кастрюлей натаскаться и этому человеку точно также все дали место в холодильнике место на полке место я не понимаю вот это вот конечно бы если бы он бы себя хорошо вел нормально вел ничего бы мы бы терпели его до конца сезона там но самое вот страшно что ему говоришь он ну как на голубом глазу говорит что нету ничего этого не делал и и и потом вот это удивляется типа а почему это вы не хотите чтобы я вот дальше продолжил жить знаете вот видим это есть такой тип людей которые настолько наглые что вот и он не понимает что его везде везде выгнали его его но значит так говоря даже там на пужулена сказать так тебе это всюду мины это всюду выгнали и все одно и тоже говорят как же ты тогда смеешь говорить что все врут как это гриб трое уже человек одно и тоже рассказывают трое человек уже рассказывают но это ป2 а а ты все говорю что они всего рот да ну зачем мне было бы вот это сочинять враги что человек таскал продукты, все жрал с холодильника, то, что ему там нравилось. То, что он пользовался всем нашим, включая... Он вчера постирал постельное белье. Ну ладно, ну взял ты порошок. Постирал, ладно. Я специально порошок там поставила, чтобы он туда ни кухрей не налил и не испортил нам стервную машину. Ну так зачем же ты еще берешь у нас там вещи, ну такая есть бутылка такая, ну чтобы вот вещи свежестью пахли и полотенца были мягкие. Так он ведь, нисколько не стесняясь, и это взял себе, налил. А кто ему разрешал? Это стоял в другом месте. Нет, он достал, ведь это налил. Развесил полотенца и от них пахло вот вот этим, этой штукой. Вот я вот сижу и мне просто вот это вот выбешивает, я не могу. Я такого наглеца первый раз в жизни вижу. Или скажите мне, пожалуйста, или мужчины все что ли такие наглые, а? Ну потому что, да, у меня вот жили жилечки, женщины. Ну ничего они вообще не трогали, не рылись нигде. Я вам говорю, что я вот так вот сделал. Я навесила в шкаф в ванной, была там так тряпочка сделана. И вот в комнату в нашу тоже была сделана внизу тряпочка. Люди, я пришла, никакой тряпочки ни там, ни сям, нет. То есть он открыл, но она куда-то там упала. То есть я пришла, я увидела, что тряпочки нет. Значит, он это открывал. Все открывал и опять рылся. Это вот, знаете, вот просто надо, наверное, скрытую камеру на самом деле ставить таким людям. Но у нас нет никакой скрытой камеры, конечно. Надо было бы поставить тут эти скрытые камеры, и потом ему в нос сунуть. Ну хотя бы для того, чтобы человеку доказать, что вот это... Не знаю. Не знаю. Я вот второй день сижу, и просто я... Я сама не такой человек, и я вот этого вообще не могу понять. Я вот этой супернаглости вообще не могу никак понять. У меня просто взрыв мозгов. Взрыв мозгов, боже, я никак вот это не могу описать. И самое, что вот опять, как психологи все говорят, что во всем, что мы делаем, мы виноваты сами. Вот мы виноваты сами. Сами. Ведь нам вот этот Усмани рассказывал, что вот он вот такой. Но мы с Лешей не поверили. Мы не поверили, потому что он выглядит очень вежливо, разговаривает. Такой весь воспитанный, такой чистоплотный, но что он мелкий воришка. Я даже представить это не могла. Ой, представьте, вот знаете, что... Очень страшно пускать в свою квартиру кого-то. Очень страшно. Очень страшно. Это если мы будем эту квартиру сдавать, то придется из нее все вывезти, кроме мебели. Просто все вывозить придется. Все, ничего нельзя оставлять. Я вам вот еще раз скажу, что... Ну вот оставлять можно только то, что вам не жалко. То есть то, что вы бы на басуру выкинули. Ну, на басуру, на эту, на мусорку бы вы выкинули. А если что-то вот ценное, вообще нельзя оставлять. Нельзя. Вот. Ну ладно, так, поделилась вам. Сижу тут в квартире. Представьте, где вот я сижу. Меня выселили из моего места. Ну потому что я этого человека вообще видеть не могу. И меня вот это вот... И он еще так себя ведет, как будто вообще ничего не произошло. Это меня просто выбешивает.